Добрый день, сегодня анбоксинг. Это кубик от компании Шинк Шоу, который теперь именуется Сэнк Соу, как торговый знак, 3х3 Легенд С. Волна рестайлинга бюджетных кубов захлестнула и Шинк Шоу. Сразу видим такую же инструкцию. Вся она китайская, ну немного есть по-английски, но, как обычно, вещь ненужная. Коробочка такая, достаточно красивая. По-моему, Шинк Шоу в таком формате еще не выпускали. Видимо, что кубик поставляется в двух вариантах, это в черном пластике и в белом пластике. Цветного пластика нет. Здесь, по идее, должны, наверное, оставить галочки, чтобы продавцы могли отличать, кому какое отправлять. Галочек почему-то нет. Я заказывал черный, но, видимо, это была единственная в наличии версия. Ну да ладно. Что мы видим? Обычно Шинк Шоу избегает логотипов на своих трешках, но в этот раз он есть. То есть пара иероглифов и Сэнк Соу куб. Внешний кубик похож на свой аналог, который назывался просто «Легенд». На вид вроде бы обычный кубик. Обычная бюджетка. Естественно, без магнитов. Но если повращать, то какой-то он очень громкий. Он достаточно быстрый. И можно собирать вполне за 15 секунд. Можно. Но очень шумит. Чем бы это было сделать? Если вспомнить кубики от Шинк Шоу, которые были несколько лет назад. Шинк Шоу Аврора. Это были тихие кубики. А этот очень громкий. Собирать и можно. Давайте сборочку сделаем. В фоне. Ну, если вы любите немагнитные кубы, вам даже, скорее всего, понравится. Кровенька по вращению. Он позволяет собирать за любое время. Есть углорез. Достаточно легко и красиво. Но здесь интересным будет строение некоторых его элементов. Если мы посмотрим вот так вот сбоку на уголок, то здесь ничего особенного. Обычный угол, даже рельс не видно. Но давайте разберем и посмотрим внимательно. Вот уголок. И я не знаю, отличается ли он от предыдущей версии. Ну, по памяти незначительно. Искал я простой легенд, но не нашел. Настолько легендарный, что в моей куче 100 трешек разных уже затерялся. Но суть здесь в чем? Обратите внимание на ребро. Да, это именно так, как и выглядит. Оно внутри полое. То есть там есть посерединке вот здесь вот стеночка. И вот здесь как бы ребра жесткости, которые позволяют держать элементы формул. А так, это пустоты. Не знаю, зачем сделали компанией Шинкшоу такое строение. Первое, что мне сразу приходит к тому, что здесь будет забиваться грязь. Если посмотреть вот сюда, то вот они. Ребра, такие как оленьи и рога. Рисунок, уголки, центры обычные. Возможно, из-за этого трения стало меньше. Возможно. Но гораздо больше стал шум. И если раньше можно было просто протереть элементы тряпочкой, то здесь придется какими-то ватными палочками все это доставать, извлекать. Не знаю, будет ли это кому-то интересно. Хотя, голову, бюджетная. И, возможно, как бы к тому моменту, когда захочется его чистить, люди будут уже переходить на что-то более дорогое. Стоит кубик. Кубик дешево, то есть это ультрабюджетная категория. На уровне с Meelongом, с A-LMV, Warrior S, которые обновленные модели. Да, это тоже обновленная модель бюджетного кубика, который в свое время был очень неплох. Но решение, если честно, странное. Я не буду его рекомендовать. Только если вы где-то его увидите, и покрутите ради интереса. Такие ощущения, весьма забавные. Вращение. Больше от звука. Так, это абсолютно хороший кубик. Хорошо собирается, быстро вращается. Без магнита, конечно. Поэтому что-то развеезжается. И очень-очень, очень-очень враткий. Наверняка даже от моего вращения часть моих слов была не слышна. Больше не буду. В общем, молодцы, конечно, что сделали. Но покупать его совершенно не обязательно. У кого-то увидите, покрутите. Так, чисто для ощущений. Проходной куб. Просто обновили. И странно. То есть, по мне, вот этот вот шумовой фактор, он сильно портит впечатление. Так, у него вот. Уголок флипнуть нельзя. Как бы углы режутся. Я сделал несколько сборок на скорость. Спокойно, меньше 20 секунд собирать можно. Почему-то среди новичков бытует мнение, ну, не у всех, но есть такие, что если кубик бюджетный, то им быстрее минуты не собрать. То есть, ходят они и говорят, вот, у меня кубик дешевый, не магнитный, я вот минута 10 собираю, лучше не смогу. Можно собирать бюджетными кубиками, особенно современными, и за 20 секунд, и за 15. А если постараться, то и за 10. Ну, это, конечно, сложнее. Там, на хорошем, но за 10 не очень легко. Но, как бы, меньше минуты, меньше 30-20 секунд точно можно. Это все зависит от вас. Вот такая вот новинка. Покупать не советую. Но если где-то увидите, покрутите. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.